Тишина. Абсолютная тишина. Начинаем сеанс. Сосредоточились. Внимание на мониторчике. Приглушенный свет. Мерцание свечей. С вами Аделина Свирская. Гадаю на картах. Кофейная гуща, лобных пазухах, носогубных складках. Привораживаясь, снимая порчу с глаз. Ржавчину, пыль, накипь, зубной камень. Вывожу все виды глистов и бледность в пирохету. Заряжаю на прибыль и удачу. Те, кто хочет жизнь малиной, посещают Аделину. Внимание на мониторчике. Ставим водичку. Открываем тайны, освобождаем чакры, соединяемся с космосом. Начинаем сеанс видеосвязи. Работаем. Работаем сегодня с вопросиками. На повестке дня письмо от Анания Еремеевича Перчика. О, Господи, кто ж тебе имя такое придумал? Тут еще с фамилией беда. Был у меня один клиент с такой фамилией. Так, не отвлекаемся. Внимание на мониторчике. В пространном вашем послании, уважаемая Анания, вы задаете важный для современного пожилого обывателя вопрос. Какую энергетику несет в себе цвет платья женщины, которая входит в ваш дом и тем более остается там на ночь? И, соответственно, как незаметно и элегантно, не обижая бабу, очистить помещение от нечистого духа, если вы все же заметили его присутствие? Внимание на мониторчике. Заряжаем водичку. Вот так. Фотография клиента прилагается. Смотрю я на вас Ананий и понимаю. Сукин-то сын Аркадий. Кобиль-то колерованный. Ты же академический отпуск взял на неделю. Ты же меня к маме отослал, чтобы я тебе диссертацию писать не мешала, чтобы не отвлекала. Ты же мне ноги целовал, когда прощался. Говорил, что короткая разлука. Ой, только на пользу. Чувство освежить, поскучать. Ах ты, дурачок. Ой, да ты хоть понял, куда попал, полоумный. Я ж сейчас построю твои дни и ночи по веселой траектории адского алгоритма. Биолог хренов. Я ж тебя не просто казню. Я из тебя пинцетом все ниточки ДНК повыдергиваю. Ты ж по швам расползился. Да ты что? Ты не знаешь, что я когда к маме уходила. Я по всей нашей квартире булавочки заговорные раскидала. Ой, а ты не понял, что с тех пор ты завести можешь только будильник. И то не факт. Ой, Аркаша, и чё? Ты у нас мачо и не можешь иначе. Ты ж мой маленький безмозглый гомункул. Я ж на твой срок порчу годности навела. Ой, а ты думаешь, что эта баба не в тех платьях к тебе ночевать приходит, да? Ты ж моё недоразумение. Ой, да нет, не то чтобы я злюсь. Просто если... Если б ты сейчас сгорела в огне, а у меня в руках была вода, я б её выпила. Ой, вот я дура. Да нет, чё это я дура? Я молодец. Сволочь. Я ж сейчас твой лысый лобик на квадратики поделю и в каждый по иголочке воткну. Ага. Будет тебе диссертация на тему обрезания семенников у крупного рогатого скота в полевых условиях. А чё ты к маме своей в Рязань не поехал, а? Наукой заниматься. А? Ты моими пельменями сейчас свой биоматериал подкармливаешь. Ну да, пипетка ж не работает. Ой, пока я тут. А где ты деньги взял на ворожею, зараза? Где ты взял их, чтобы ко мне записаться? Ты посмотри на него. Сидит тут, лыбится. Вот же ж. Любовь зла. Козлы этим пользуются. Но ты молодец, Аркаша. Молодец. Смотри-ка. Помню, ты в 10 вечера уже бровями к матрасу прирастал. А тут на тебе, баб, на ночь водишь. Вот это правильно. Спать ночью – это удел жалких трусов, делающих всё вовремя. Ну да. Уважаемые Анании. Разрыв отношений – это всегда больно. Это, конечно, не так, как ножницами в глаз, но всё равно чуточку неприятно. Поэтому овощ вам в помощь. Избавляйтесь от ненужных связей. Проветривайте помещение. Зажигайте свечи. Учитывая особые, отекчающие обстоятельства, так повлиявшие на энергетику в вашем доме, берусь лично приехать и разобраться с любой нечистой силой. Ждите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!